У самым великим евроопти города, на Варшовской шаши, любимых героев уже сустракали их прихильники. До этого часу ярких персонажей они могли бачить только у своих коллекциях. А тут могшимость погуторить, сделать фото и навод обдымашки. Захопления не стремливали навод дорослые. С веселыми конкурсами, подарунками и гульнями в Бресте Бонстике створили соправдное свято. На великим ярко-зеленым бонстик-мобиле веселые человечки отправились по городу. Четырех ключовых персонажей можно было сустреть на Брестском Арбате. Уладальником веселых пришельцев можно стать наведавшей любой магазин гандловой сетки Евроопт, або когда сделать покупки в интернет-магазинах ЕДОСТАВКА або ГИПЕРМОЛ. При покупке на сумму 15 рублей и при наявности дисконтной картки Е+, кожный покупник от Рымлевая Бонстика. Для полной коллекции необходимо собрать 24 цацки-липушки. У кожной свое имя, характер и место в альбоме. Бонстиков можно не только коллекционировать, а и гулять за имя. Практика показывает, абы яковыми до их не застаются, залипают усе. Коли дети объедновываются у группы по обмене героями, сдымают виды ролики и навод целые сериалы, дорослые свяжают. Гытые цацки сдольны сдымать стресс. Специально до старту проекта гандовая сетка Евроопт распроцовала мобильную гульню для смартфонов и планшетов. Познаемиться с усими героями коллекции можно на офицейном сайте bonstix.by. Цековая информация, новины гульни на сторонках у социальных сетках ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Подорожа бонстиков по Беларуси протягнулась у Могилёве. 19 лютого яны наведают Гомель, 21 гродно, 22 га приедут в Витебск. Корректор А.Кулакова